Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Татьяна Курячая. Сегодняшнее наше видео будет необычным. Оно больше будет направлено не на ваше обучение, а на понимание. На понимание себя, на понимание тех процессов, которые происходят в ваших структурах. Почему я решила записать это видео? Дело в том, что огромное количество консультантов задает мне вопросы. Вопросы, почему не получается, почему не достигается, почему, например, консультант приходит новичок в компанию и не делает ни одного заказа. Почему вдруг консультант принимает решение уйти из компании и перестает вообще общаться? Я понимаю, что каждому написать одним каким-то комментарием или в двух словах это невозможно. Поэтому я приняла решение записать серию видеоуроков, которые будут направлены конкретно на объяснение тех процессов, которые происходят в MLM бизнесе. И на серию видеоуроков, которые помогут вам разъяснить, объяснить и может быть действительно натолкнут вас на какие-то идеи и на какие-то моменты, что вы пересмотрите свои действия и начнете действительно уже строить бизнес, а не просто существовать в этой компании. Ну, первое, что я хотела бы сказать, что какие есть три причины, основные три причины. Сейчас я их запишу. Три причины. Почему консультант, например, уходит или не работает, или то, о чем меня спрашивают. Первое. Первая причина. Ничего не хочет. Даже если консультант вам говорит, или я хочу, мне надо, я хочу заработать деньги и все такое, на самом деле его устраивает вся эта жизнь. Но об этом мы будем говорить в серии уроков. Второе. Не на то пригласили. Есть определенные правила приглашения в MLM бизнес. Есть определенные моменты, которые многие консультанты не учитывают. И когда приглашают новичков, то о них не говорят. И, соответственно, происходит такой момент, человек пришел и разочаровался. И об этом мы тоже будем с вами говорить на следующих уроках. Третье. Наставник ничего не дает. Это еще одна из причин, почему консультанты уходят из компании или не достигают каких-то моментов. Это вот самые основные три причины. Есть, конечно, огромное множество дополнительных каких-то причин, но я буду рассматривать именно эти три причины. И мы будем конкретно по этим причинам каждый пункт, это будет отдельный урок, который будет раскрывать более четкие, конкретные направления. Но самое важное еще другое. Прежде чем мы приступим с вами к следующим обучениям, очень важно для себя самого определиться и понять, а не нахожусь ли я в этой позиции, в которой находятся наши консультанты. Может быть, что-то во мне не так, может быть, что-то я не так делаю. Дело в том, что я просто, когда мне задают вопрос, я уже изначально понимаю сразу же, почему человек задает этот вопрос. И те определения, которые я сегодня буду давать, кому-то, вероятнее всего, не понравятся. Ну уж извините, это видео будет такое немножечко, может быть, даже жестковатое для вашего понимания, но я надеюсь, что оно вам даст возможность определиться, самоопределиться. Потому что многие ждут чуда, ждут волшебной таблетки, ждут, что вот сейчас им что-то такое скажут, и они сразу же достигнут больших, огромных результатов. Я, наверное, вас разочарую, потому что бизнес, он серьезно это делает. И не только MLM бизнес, а особенно даже MLM бизнес. Но зато он действительно, если вы принимаете решение, он действительно дает тот результат, который вы хотите. Просто время у каждого разное. Но я сейчас не об этом. Я о том, что если вы ждете чудо, то забудьте. Чудо само собой не случается. Нельзя ждать чуда. Нужно создавать то чудо в вашей жизни, которое вы хотите получить. И если вы этого не делаете и на кого-то надеетесь, то у вас ничего не будет. И сегодняшнее вот наше обучение, ну или точнее мой видеоурок, он будет направлен как раз на это. Смотрите, эти пункты мы будем рассматривать далее. Но еще я хочу определенный момент написать, как будет называться наша серия видеоуроков. Трансформация в MLM бизнесе. Это будет как раз вот основа всех уроков, которые будут после этого видео. Смотрите. Давайте я просто сейчас для самоопределения вам дам два пункта и постараюсь зачитать определенные пункты. И вам необходимо будет определить, какой категории людей именно в сетевом маркетинге, именно в компании Faberlic, ну и не только в компании Faberlic, вообще в MLM бизнесе, какой категории людей вы относитесь. Давайте рассмотрим. Смотрите. Дело в том, что все, кто приходит в сетевой маркетинг, а не только в компанию Faberlic, подразделяются на два направления. Это не я придумала, это не мое изобретение. Конечно, это мой взгляд, потому что я уже давно в сетевом, и я вижу, что происходит с людьми, которые приходят. Вот смотрите, есть два направления. Первое – это наблюдатели. И второе направление – это те люди, которые пришли изначально на позицию лидерства. Я напишу «лидерство» и стремление у них идти на топ лидеров. Конечно, можно подразделять и делать еще какие-то пункты, но вот эти самые два важных, которые вам необходимо сегодня определить, к какой категории вы относитесь. Тогда многое вам станет понятно. Кто такие наблюдатели? Если вам нужно будет записать, можете остановить видео и записать. Я не буду здесь писать. Наблюдатели. Хочу все и сразу. Обычный наблюдатель, человек, который приходит в сетевой маркетинг, он говорит «все, хочу сейчас и сразу, чтобы был миллион». Ну, это я утрирую, но в любом случае они хотят «все и сразу, и сегодня». Следующий пункт. Готов работать только в свободное время. Но его у меня очень мало. Обычно так говорят. Я не готов 100% включаться в процесс сетевого маркетинга. У меня вот есть несколько там часа или несколько часов, и я готов вот только это, в это время работать. Следующий пункт. Каждый день я не могу работать. Это вот еще один из пунктов, который обычно говорят люди, которых я причисляю именно к наблюдателям. У меня есть другие задачи. МЛМ – это дополнительно. Обучение я буду выбирать сам, чтобы мне удобно было. Потому что вот многие, кто приходит в компанию, ну вот в сетевой, они выбирают. На это обучение я пойду, на это я не пойду. Вот это мне неудобно. У меня там свои задачи, свои проблемки, свои дела, домашние, рабочие, все остальное. Поэтому я не могу, я не буду на этом обучении. Не давите на меня. У меня свой ритм. Не трогайте меня. Я буду сам постепенно делать так, как мне нужно. У меня, знаете как, у меня в структуре был один такой человечек, на которого я возлагала большие надежды. Потому что она пришла, такая желающая, все хочу, хочу. Но когда мы начали с ней работать, и когда мы прописали ее бизнес-план, то на следующий день она пришла и говорит, «Вы знаешь, Тань, я вот так подумала, что мне вот трех человек в период достаточно. Я вот их буду регистрировать, я с ними буду работать, и все прекрасно». Вот это тоже позиция наблюдателя. Потому что многие, многие действительно, которые... Знаете как, когда приходит человек к вам в команду, к вам в структуру, или если вы и сами пришли, и когда наставник говорит, нужно сделать вот это, 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 вот это. Наблюдатель что делает? Наблюдатель начинает выбирать, это я буду делать, а это нет. Это буду, а это нет. А это вообще мне не подходит. А это тоже не подходит. Вот это не подходит, вот это не подходит. А вот это я сделаю, а вот это не подходит. Это позиция наблюдателя. Они еще говорят, одного-двух часов в день, это для меня предел. Я больше не могу работать. У меня нет времени на это. «А сколько надо сделать баллов?» Недавно мне задали такой вопрос. Я все время поражаюсь этому вопросу, потому что вопрос поставлен неправильно. Человек, который пришел зарабатывать, он не смотрит, сколько надо сделать баллов. Он смотрит, сколько он может заработать. Он смотрит, что необходимо ему сделать такого, чтобы действительно включиться в программы, в подарки, чтобы ему было благо. Вопрос «А сколько мне нужно сделать баллов?» – это позиция наблюдателя. Если вы, предположим, делаете такие фразы, произносите своему наставнику, поставьте, пожалуйста, галочку для себя. Потому что или вы наблюдатель, или вы пришли на позицию лидерства. Смотрим дальше. «А сколько нужно подписывать людей? А можно одного в период?» Есть такие тоже. «А какой метод даст максимальный результат?» Наблюдатель всегда выискивает один из методов, который может дать максимальный результат. Сейчас очень многие приходят в сетевой и говорят, «Я собираюсь строить бизнес только в интернете». «Какой молодец, я думаю!» Я прекрасно понимаю, потому что я уже два года в интернете, причем я не одна, я со своими сыновьями, я со своей командой, с моим директором, который живет в другом городе, и мы на протяжении этих двух лет, мы делаем столько, мы столько вкладываем, потому что мы знаем, зачем нам это надо. И я прекрасно понимаю, что интернет-бизнес приносит шикарные результаты, но не быстрые. А когда человек говорит, что я буду делать только один из методов использовать, я прекрасно понимаю, что этот человек больше в позиции наблюдателя. Следующий пункт. Не, на семинар я не поеду, у меня семья. Прошу прощения, я всегда таким людям говорила, а у меня, наверное, нету семьи. Потому что для меня это был совершенно другой момент. Ну, мы сейчас просто анализируем, вы анализируете себя, вы ставите галочку и думаете, я наблюдатель или все-таки я пришел на позицию лидерства. В выходные я не могу, я отдыхаю, хоть хотя бы несколько, один день отдохнуть после работы. На сцене я не буду выступать, это страшно. Да и зачем мне это надо, очень многие говорят. Я, следующее, я подписал человека. Можно я дам ему твой телефон? Ведь я не знаю, как делать, что ему говорить. И таких пунктов огромное количество. Я предлагаю вам написать свои оправдания, которые вы говорите себе, говорите наставнику или говорите, например, своим консультантам. Запишите, пожалуйста, это вам домашнее задание для самоопределения. Какие вы оправдания говорите, когда вам предлагают или что-то сделать, или когда вам предлагают куда-то поехать на какое-то мероприятие, какими оправданиями вы отговариваетесь. Почему я уверена, что это оправдание? Потому что, когда я пришла в сетевой маркетинг, когда я пришла в компанию Фаберлик, на тот момент я пришла не на позицию лидерства. Я точно пришла на позицию привилегированного покупателя. Осознанно пользоваться продуктом со скидкой. И два с половиной года я была на этой позиции. И когда мои наставники и прямой наставник, и вышестоящие пробовали меня вытащить куда-нибудь на какое-то мероприятие, в этот момент я, например, лежала под боком, рядом с мужем в обнимочку, смотрела какую-нибудь интересную передачу по телевизору или фильм, и про себя думала, ой, это же надо ехать, ой, ну вот, я не хотела, мне вроде бы хотелось, но вроде бы как не хотелось, у меня цели не было определенной. И на тот момент я придумала огромное количество оправданий. Я не могу мне не с кем детей оставить. Я не могу, потому что, ну, я вот буду на работе. Я не могу, я заболела. Каждый человек, когда отказывается от чего-то и придумывает оправдание, значит, на самом деле он не понимает важности этого события, на которое его приглашают. Я благодарна своим наставникам за тот момент, когда они меня вытащили, силой вытащили. Я не помню, как что они сказали. То ли подарок они мне объявили, то ли они как-то преподнесли мне это по-особенному. И они меня вытащили. Я им благодарна, потому что на этом событии я увидела других людей, которые разбираются в сетевом маркетинге, которые понимают, что необходимо делать, которые задают адекватные вопросы. К нам приезжал директор. Сейчас он уже очень высокую должность занимает в компании Фаберлик. Это мой вышестоящий наставник. На тот момент он был директором. Я была вообще лузер в сетевом. И на тот момент он рисовал вот эти вот шарики, которые рисуют шарики, движения, регистрации, все остальное. Вы не поверите. Я была товароведом-кассиром крупного гастронома. И я на тот момент думала, боже мой, насколько я не понимаю ничего. Насколько я, извините за выражение, глупа в этой ситуации. Я даже не могла адекватный вопрос задать, потому что я ничего не понимала в сетевом маркетинге, потому что моя позиция была наблюдателя. На тот момент мне так стало обидно, что я вот так вот себя веду, что я после этого начала делать какие-то действия. Но они были неосознанные, эти действия. Они были какие-то хаотичные от случая к случаю, потому что я оставалась в позиции наблюдателя. И в позицию лидерства я не переходила. Я никогда не забуду другой момент. Те, кто видел мой курс вступительный, мини-курс, когда вы вносите свои данные, вам приходит на почту мой мини-курс, пять уроков, и там я рассказываю, но я скажу все-таки здесь несколько слов. Когда я приняла осознанную позицию, лидерство, я ее приняла. И я была готова полностью делать то, что говорит мне мой наставник. Я тогда за три месяца открыла квалификацию директора. Я даже сейчас, может быть, не скажу полностью, что я делала. Я шла на другом ощущении, на другом понимании. Я понимала, что если я вот это, вот это и вот это сделаю, то я обязательно этого достигну. И это произошло. Так давайте посмотрим, что же делать, если, предположим, вы сейчас себя определили в позиции наблюдателя, как была я много лет назад, и если вы решили, ну вот я в позиции наблюдателя, потому что очень много галочек вы поставили, что необходимо делать? Вот у наблюдателя есть два направления, что он может сделать. Смотрите, есть два выхода. Вот у наблюдателя есть два выхода. Первый выход. Просто пользоваться. Просто пользоваться продуктом, получать удовольствие, получать кайф от того продукта, который предоставляет компания. Улучшать свой внешний облик, благодаря продукции компании Faberlic, если вы определили себя как наблюдатель. Что еще можно сделать? Согласиться и принять решение, что ваша жизнь вас устраивает. Я напишу букву Ж. Ваша жизнь устраивает вас. У меня есть в структуре, кто в позиции наблюдателей. Когда я им говорю, тебя устраивает твоя жизнь? А мне говорят, нет, меня не устраивает. Я говорю, если бы она тебя не устраивала, ты бы сделала все возможное и невозможное. Ты бы начала делать те действия, которые на самом деле привели бы тебя к тому результату, о котором ты мечтаешь. Если ты боишься встать утром, если ты боишься или не хочешь и придумаешь целую кучу оправданий, значит тогда тебя твоя жизнь устраивает. Если даже она плоха, если даже не хватает денег, она тебя устраивает, ты в зоне комфорта. Я жестко говорю своим консультантам вот такие вещи. Если он говорит, у меня ничего не получается, и мы начинаем разбирать, почему у него не получается. И в конечном итоге получается, что огромное количество оправданий, чтобы не делать это, не делать это, не делать это, а это я не хочу, а это мне не нравится, а это у меня не получается, а туда я не поеду, а денег у меня не хватает, и вот это, и вот это, и вот это. Я ей говорю, тогда значит твоя жизнь тебя устраивает. Прими это. Пользуйся продуктом и прими, будь честна сама перед собой. Что еще можно? Вам так легче. Обычно людям, я своим консультантам жестко тоже говорю, тебе так легче. Когда ты понимаешь, что ты можешь где-то позже встать, где-то раньше лечь, где-то не спать всю ночь, а потом днем отсыпаться, или, ну вот, вот все, что тебя окружает, в том, что не получается, значит, тебе так легче жить, тебе проще. И вот чем проще, если вы себя обозначили, обозначили, что вы наблюдатели, и если вы понимаете, что у вас есть определенная зона комфорта, в которой вы привыкли жить, и каждый выход за эту зону комфорта для вас это катастрофа, ну, тогда примите решение и просто скажите, я опустила лапки. Я вам серьезно говорю. Не морочьте голову своему наставнику, не морочьте голову себе, и не морочьте голову тем людям, которых вы пригласили. Помните, там пункты я говорила по поводу наставничества? Извините, если кого-то я сейчас обидела, но определитесь для себя, на самом деле, в какой вы позиции. Если все-таки вам вот это вот все не нравится, то, что я вам говорю, и вы на меня обиделись и сказали, надо же, курячая какая-то прям жесткая сегодня, она сегодня не мотивирует. Если вас это не устраивает, есть другие выходы. ТРАНСФОРМАЦИЯ И об этом у меня тоже будет урок, что значит трансформация. Что значит изменить себя благодаря компании Фаберлик. У меня огромное количество друзей в компании Фаберлик. У меня большое количество друзей из других компаний сетевых, потому что мы, когда были на Международной Академии Лидерства у Атласовых, то там были все разные сетевые компании. Было правило. Мы не имеем права переманивать друг к другу. И эти друзья из других сетевых компаний остались мне друзьями. Я не лезу к ним, они не лезут ко мне. Мы не переманиваем. Но мы четко понимаем, что благодаря компании Фаберлик, благодаря сетевому маркетингу вообще, благодаря МЛМ-бизнесу мы трансформировались, мы стали другими. Но об этом мы будем говорить на следующих уроках. Зачем я сейчас это говорю? Для того, чтобы вы определились, надо ли вам смотреть следующие уроки. Нужны ли они вам? Если они вам не нужны, вы не готовы трансформироваться, признайтесь себе и расслабьтесь. Пользуйтесь, наслаждайтесь продуктом и не морочьте голову ни наставникам, ни себе самой, ни своим близким. Если все-таки вас это не устраивает, то начните трансформироваться. Еще какой момент. Еще какой из пунктов я рекомендую. Начните с себя. Начните с себя. Бросьте себя под танк. Я, конечно, в кавычках говорю, под танк. Что значит бросить себя под танк? Я попробую из своего примера рассказать. Когда наступил момент, когда я работала товароведом-кассиром в крупном гастрономии, и мой начальник, хозяин этого магазина, узнал, что я работаю дополнительно еще в сетевом маркетинге. И я начала ездить на мероприятия, отпрашиваться и все остальное. Он меня вызвал к себе и сказал, Татьяна, меня это не устраивает. Мне хотелось бы, чтобы ты работала здесь, чтобы ты делала здесь мой бизнес. Потому что у тебя это прекрасно получается. На что я ему сказала. Я говорю, скажите, я вас уважаю, мне нравится эта работа, но она занимает у меня очень много времени. Я приходила на работу полдесятого и уходила в 11 часов вечера. Но помимо этого, я умудрялась еще делать по 600 баллов личного объема и умудрялась строить структуру. Я говорю, для меня время очень ограничено, именно чтобы строить сетевой. Если вы мне будете платить 10 тысяч, а тогда это были неимоверные какие-то деньги, потому что я тогда получала полторы тысячи всего лишь от своей работы в этом магазине, это полторы-то было много, а 10 это еще больше. Готовы ли вы мне платить такие деньги? Меня все устраивает, но мне нужны деньги. У меня семья и у нас есть проблемы денежные. Мы не справляемся вместе с мужем. Мне нужны другие доходы. На что он сказал, прости, я таких денег тебе платить не могу. Могла бы ты иногда приходить, ну и вот все-таки делать эту работу. И тогда я бросила себя под танк. Я извинилась перед своим начальником, хозяином этого предприятия, этого магазина и сказала, давайте договоримся так, я все-таки тогда лучше уйду, чтобы я не, ну, не люблю обещать, мне нужно будет куда-то ездить, а я вам пообещаю, что я не поеду, вы будете на меня рассчитывать. Мне неудобно это. И вам неудобно, потому что действительно мои мысли уже в другом. Я понимаю, что сделая определенные действия, тогда директор получал 10 тысяч за объемную скидку. Я говорю, я сделаю определенные действия за три месяца, и я буду получать эти деньги. У нас просто были хорошие взаимоотношения. И он спокойно отпустил, и мы не поругались. Он сказал, что если у тебя не получится, добро пожаловать, я с удовольствием тебя приму обратно. И я бросила себя под танк. Я уволилась и ушла в никуда. Поэтому определите для себя, готовы ли вы бросить себя под танк. Я не говорю, что нужно принимать решение увольняться. Я имею в виду бросить себя под танк, делать стопроцентное включение именно в MLM бизнес. Стопроцентное включение. Потому что смотрите, когда, если бы он не заговорил со мной, возможно, от страха я бы еще какое-то время работала. Но даже то, что я работала, это время. Я говорю, что я делала по 600 баллов личного объема, и я приглашала людей. У меня уже структурка выстроилась. Поэтому бросить себя под танк это стопроцентное включение. Но об этом мы будем говорить на следующих уроках, потому что на самом деле там есть о чем поговорить. Давайте мы просто посмотрим, я зачитаю вам, что такое лидерская оппозиция и что такое человек, который хочет стать топ-лидером. Он только пришел. Он, может быть, много чего не знает. Но у него, знаете как, у него есть критерии. Он говорит, всегда желаю стать лучше. Он всегда хочет все, что он делает, сделать лучше. Он великий «хочуха». Новый продукт – хочу. Новые акции – хочу. Обучение – хочу. Семинары – хочу. Большую структуру – хочу. Выступать на сцене – хочу. Участвовать в организации мероприятий – хочу. И там огромное количество «хочу». Домашнее задание. Напишите, пожалуйста, чего хотите вы от MLM бизнеса, от сетевого бизнеса, что вы хотите. И определите для себя, есть ли у вас много «хочух». Являетесь ли вы великими «хочухами». Что еще есть у лидерской позиции? Он думает так. Что и как я могу сделать? Что мне надо и как мне надо делать? Какие методы мне нужно использовать? Где взять эти методы? Где научиться этому? Кого спросить? Как их эффективно использовать? Как это делать? Он все время об этом думает. И там огромное количество пунктов. Вы тоже напишите это. Есть у него еще такое понятие. Какие шаги приведут меня к цели? Если у вас есть этот пункт, какие шаги приведут меня к цели, и вы об этом думаете. Потому что, ну вот еще один пример приведу. У меня выстроилась структура, которая находится оффлайн. Я поняла, что я не могу сейчас выжать из этой структуры больше, чем я уже дала. Мне захотелось чего-то большего. Потому что мы ездили на проектные сессии к Борису Марковичу Островскому, и он говорил, если вы хотите намного больше, если вы хотите запускать больше проектов, то тогда у вас конкретно будет результат, но он будет глобальный. Подумайте, чего вы хотите, насколько много вы хотите. И тогда вот я приняла это решение, и именно я знаю многих лидеров, я знаю многих драгоценных директоров, которые живут такими мыслями. У них файл в голове стоит. Знаете, как флешку в компьютер ставить? Фаберлик. Все. Они даже если спать ложатся, они об этом думают. Сколько новых консультантов необходимо приводить, и сколько привести для того, чтобы достичь результата, чтобы прийти к той цели, которая мне нужна? Какое количество баллов необходимо, чтобы моя структура делала? Сколько должны люди делать? И это расчеты определенные. Какое дать обучение людям, для того, чтобы они смогли сработать, и достигли своих целей, и начали зарабатывать те деньги, которые хотят именно эти люди? Сколько времени я готов на это выкладывать из своей жизни? Сколько я готов выделить своего времени, личного времени? Сколько я готов? Это все вопросы, о которых думают именно в лидерской позиции. И он ставит MLM не на первое место в своей жизни. Я немножко против того, чтобы это было вот на первое место. Но он ставит MLM бизнес на основное место в своей жизни. Это лидерская позиция. И очень много пунктов я вам еще не назвала. И именно об этом мы будем с вами говорить на этом серии уроков, которые действительно объяснят, может быть, многое. Сегодняшнее видео я заканчиваю. Но я рекомендую вам подумать, определиться. И если вы действительно сейчас находитесь в позиции наблюдателя и готовы перейти в позицию лидерства, то это серия уроков для вас. Если вы сейчас в позиции лидерства, но хотите стать топ-лидером, то это серия уроков для вас. Поэтому задумайтесь. Если я кого-то сегодня обидела, я не буду извиняться. Я очень хочу, чтобы мои ученики, вы, дорогие мои коллеги, достигли больших результатов. У меня есть мечта, у меня есть миссия, которую я определила на своем сайте. Я хочу сделать большее количество людей счастливыми. Но если вы понимаете, что вы не хотите вступать в лидерскую позицию, то тогда эта серия уроков вам не нужна. Тогда просто вы ее не смотрите. Подумайте. Потому что следующий урок уже конкретно будет направлен на расширение своей лидерской позиции и на понимание, что необходимо делать, какие ошибки мы допускаем и как. Я не буду рассказывать в этих уроках, как это делать. Я буду рассказывать в этих уроках, что необходимо делать и какие приоритеты нужно выставить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.